Видение райских садов оптинским схемонахом Николаем. Оптинский схемонах Николай, турка, перешел православие из магометанства. Юсуф Оглы, такое имя носил он до принятия крещения. Служил в турецкой гвардии офицером и немало потерпел от соплеменников за исповедание православия. В скит оптиной он поступил в 1891 году, 63 лет от роду. Видение, которого сподобил господь отца Николая, было записано с его слов послушником Павлом Плеханковым, ставшим впоследствии прославленным оптинским старцем Варсонофием. В четверг 13 мая 1893 года утром, часу в третьем, я начал читать Акафис, святителю Николаю Чудотворцу. Господь мне даровал такую благодать при этом, что вся книга была смочена слезами. По окончании чтения утренней я начал читать Псалом 50-й, «Помилуй мя Боже», а после него символ веры. И когда его окончил и произнес последние слова из жизни будущего века «Аминь», в это самое мгновение невидимая рука взяла мои руки и сложила их крестообразно на груди, а голову мою со всех сторон объял огонь, похожий на цвет радуги. Огонь этот, не опаляя меня, наполнил все существо моё неизглаголенную радостью, до того времени мне совершенно неизвестной и неиспытанной. Радости этой невозможно уподобить никакой земной радости. И тут я не помню, как и когда я увидел себя перенесенным в некую дивно прекрасную местность, исполненную света. Никаких земных предметов я не видел там. «Видел только одно бесконечное и беспредельное море света. В то же время я увидел около себя с левой стороны двух стоящих людей, из коих один по виду был юноша, а другой старец. И мне сердечным извещением дано было знать, что один из них святой Андрей, Христа ради Еродивы, а другой ученик его, святой Епифаний. Оба они стояли молча. И тут я увидел перед собой как бы занавес темно-малинного цвета. И взглянув вверх, я над занавесом увидел Господа Иисуса Христа, восседающего на престоле и облаченного в драгоценные одежды наподобие архиерейских. На главе его была надета митра, тоже похожа на архиерейскую. С правой стороны Господа стояла Божия Матерь, а с левой Иоанн Креститель. Одежды на них были подобны тем, которые обыкновенно пишутся на их иконах. Святой Иоанн Креститель в одной руке держал знамение Креста Господня. По сторонам Господа стояло двое светоносных юношей дивной красоты. В руках своих они держали пламенное оружие. Сердце мое преисполнено было неизреченной радости. Я смотрел на Спасителя и несказанно наслаждался зрением божественного его лика. На вид Господу было лет тридцать. И явилось тут во мне сознание, что вот я, величайший грешник, хуже всякого пса, и вдруг удостоился от Господа такой великой милости, что стою пред престолом Его неизреченной славы. Господь кротко смотрел на меня и как бы ободрял меня. Также кротко смотрели на меня Божия Матерь и святой Иоанн Креститель. Но ни от Господа, ни от Пречистой Его Матери, ни от Крестителя Господня я не сподобился слышать ни единого слова. В это время я увидел перед Господом схемонаха нашего скита отца Николая Лопатина, скончавшегося в полдень 10 мая и еще не погребенного, так как ожидали приезда из Москвы его родного брата. Отец Николай совершил земное поклонение пред Господом, но только схемы на нем не было, а одет он был как послушник. В руках четкие и голова не покрыта. И после сего я взглянул, и вот с правой стороны великое множество людей, приближавшихся ко мне. По мере их приближения я начал слышать пение, но слов не мог разобрать. И увидел я в их среде лиц и в архиерейских облачениях, и в иноческих мантиях. У них в руках были ветви, и между ними я видел и женщин в богатых и прекрасных одеждах. В сонме святых этих я узнал многих по их изображениям на святых иконах. Пророка Моисея, державшего в деснице своей скрижали завета. Пророка и царя Давида, у которого было некое подобие гусли, издававших прекраснейшие звуки. Увидел я и ангела своего, святителя Николая. Среди этих великих божьих угодников я увидел и наших почивших старцев, льва, макария и амбросия, а также и некоторых из отцов нашего скита, еще живых. И все это великое собрание взирало на меня с любовью. И вдруг увидел я перед собою, между мной и занавесом, неизмеримую великую пропасть, исполненную мрака, и во мраке этом на страшной глубине самого князя тьмы, в том его виде, в каком он изображен на священных картинах. На руках сатаны сидел Иуда, державший в руках подобие мешка. Возле князя тьмы стоял лжепророк Магомед, в длиннополой одежде зеленого цвета и такого же цвета чалме. Вокруг сатаны, который представлял собой как бы центр пропасти, на всем ее беспредельном пространстве я видел тоже множество людей, всякого состояния, пола и возраста, но между ними никакого знакомого я не заметил. Из пропасти доносились до меня отчаянные вопли и невыразимый ужас, не передаваемый никакими словами. На этом видение это кончилось. После этого я был поставлен внезапно в ином месте. Это место исполнено было такого же лучезарного света, однородного, показалось мне сведенным мною в первом месте. Святых Андрея и Епифания со мной уже не было. Что видел я там, то трудно передать словами. И как изобразить человеческим языком земнородных небесные красоты, неизреченные, придивные, поистине неизглаголенные. Все там бесконечно прекраснее нашего. Видел там как бы великие прекрасные деревья, обремененные плодами. Деревья эти расположены были как бы аллеями, которым и конца не было видно, ни края. Вершины деревьев сплетались между собой, образуя как бы свод. Усланы были аллеи эти как бы чистейшим золотом, необыкновенного блеска. На деревьях сидело великое множество птиц, несколько напоминавших видом своим птиц дальних тропических стран, но только бесконечно превосходящих их своей красотой. Красоту и гармонию их пения никакая земная музыка передать не в состоянии. Так оно было радостно. В саду этом протекала река. Прозрачность ее превосходит всякое описание. И между деревьями сада я увидел дивные обители, как дворцы, по подобию виденных мною в Константинополе. Но только без всякого сравнения превосходнее и краше. Цвет их стен был как бы малиновый, похожий цветом и блеском на рубин. И я знал, что место это рай, расположением своим, напоминавший мне отчасти наш оптинский скит, где иноческие кельи также стоят отдельно друг от друга, разделенные группами фруктовых деревьев. Рай был окружен стеной, которую я видел только с южной стороны. На этой стене я прочитал имена двенадцати апостолов. И увидел я в раю некоего мужа, облеченного в блестящей одежде и сидящего на престоле. На вид мужа этому было лет шестьдесят, но лик его, несмотря на седины, был как у юноши. Кругом него стояло множество нищих, которым он что-то раздавал. И внутренний голос сказал мне, «Это Филарет милостивый». После него я никого из праведных обителей рая не сподобился видеть. Посреди райского сада я увидел животворящий крест с распятым на нем Господом. Невидимая рука указала мне поклониться ему, что я исполнил. И когда я преклонился перед ним, в то же мгновение неизреченная великая сладость, подобно пламени, напоила мое сердце и проникла во все мое существо. И увидел я после того великую обитель, видом подобную прочим, находящимся в раю, но неизмеримо превосходящую их своей красотой. Вершина ее, наподобие исполинского церковного купола, возносилась в бесконечную ввысь и как бы терялась в ней. В обители этой я заметил как бы подобие некой террасы, и на ней, на богато украшенном троне, я увидел Царицу Небесную. Вокруг нее стояло великое множество прекрасных юношей в блистающих белых одеждах, держащих в руках подобие некоего оружия, но какого я не разглядел. Одежда на Матери Божией была такая же, как изображается она на святых иконах, но только разноцветная. На главе ее была корона, наподобие царской. Царица Небесная милостиво глядела на меня, но слово от нее услышать я не сподобился. После всего, как бы в воздухе, я удостоился узреть Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, подобие изображаемом на святых ее иконах. Бога Отца в виде святолепного старца, Бога Сына в виде мужа, держащего в деснице Своей честный и животворящий крест, и Бога Духа Святого в виде голубя. И казалось мне, что я долго ходил посреди рая, созерцая дивные его красоты, превосходящее всякое человеческое о нем представление. Когда же я очнулся от этого видения, то долго не мог прийти в себя от великого и неизреченного утешения этого. И весь этот день был как бы вне себя от радости, наполнявший мое сердце. Ничего подобного всей радости до этого времени я никогда не испытывал. На этом в скидской рукописи заканчивается описание видения скидского подвижника, схемонаха Николая Турки. «Ну что ты еще знать хочешь? Чего допытываешься?» говорил он старцу, схемандриту в арсенофию, в то время еще послушнику. «Придет время и сам увидишь. Что тебе еще сказать? Да и как сказать тебе? Ведь на человеческом языке нет тех слов, которые могли бы передать, что там совершается. Ведь на земле и красок-то таких нет, которые я там видел. Как же тебе все это передать? Ну вот послушай, что я тебе скажу. Ты знаешь ведь, что такое хорошая музыка? Ну вот я слышал ее, только что слышал, она у меня звучит в ушах, она поет в моем сердце, я все еще продолжаю ее слышать, а ты ее не слышал. Как же, какими словами могу я тебе рассказать о ней, чтобы и ты по моим словам мог ее слышать и со мной вместе ею наслаждаться? Ведь не можешь». Субтитры создавал DimaTorzok